здравствуйте снова с вами я федор трусов тема сегодняшней передачи моменты истины первый штраф за фейк-ньюс в отношении редакции моменты истины и главного редактора момента истины евгения гневшева и обсудим мы это с евгением гневшевым евгений здравствуйте здравствуйте евгений вас можно поздравить первого россии штраф достался вам да тут наверное должны быть фанфары мы должны открыть шампанское разлить и выпить но с почином вас да но честно говоря я думаю тут не до радости есть над чем задуматься мы прекрасно понимаем что это по сути выстраивание некого механизма который будет направлен против средства массовой информации я думаю что это такая была обкатка попробовать как она пойдет а зачем так почему так топорно зачем так для нас это тоже сегодня было такой новостью мы даже сначала не знали как мне реагировать это 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 ну да то есть не понятно в чем-то виноваты оказались сами еще не знаем про что да у нас прошу мы белые мы саша спрашивает комментария мы даже не знаю в чем мы провелились мы первым делом начали искать этот ролик давайте его еще раз пересмотрим давайте мы может быть там что-то и увидели мы может быть там что-то не рассмотрели евгений как вы относитесь заявление секретаря общественной палаты валерия фадеева о том что в отношении момент истины данная норма права была примена необоснованно если говорить про поддержку общественной палаты то конечно же для нашей редакции она важна по их заявлению видно что они на самом деле посмотрели фильм и поняли в чем его посыл редакцию и вас лично привлекли по пункту 9 статьи 13 15 распространение средствах массовой информации заветом нестоверно общественной значимой информации под видом достоверных сообщений создавшая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан и так далее и тому подобное в данном случае же была даже не новость это было интервью мнение нескольких людей как мнение несколько людей может являться новостью она был самим бы это вопрос задать прокуратуре и роскомнадзору как они где и что они какое нарушение закона они там увидели в апелляции спросим у них конечно спросим как вы как вы думаете это общая тенденция либо перегиб отдельных исполнителей я думаю что это упражнение в умелости применения закона некоторых альтернативно одаренных людей прокуратуры и роскомнадзора евгений поддержка лет чувствуете да конечно пользуясь случаем хочу ко всем большое большое спасибо какие у редакции планы в связи с данным штрафом апелляция потом далее далее верховный суд и если надо закончим на испечь потому что за право высказывать свое мнение в россии нужно бороться как вы думаете после этого штрафа для средств массовой информации в россии что-то изменится но я думаю что это в общем и целом конечно тенденция не очень хорошая и прокуратура одумается с роскомнадзором вы в это верите я надеюсь я надеюсь и не будет больше так себя вести в завершении нашего разговора хочется обратиться к работникам генеральной прокуратуры российской федерации уважаемые работники генеральной прокуратуры в будущем пожалуйста внимательно и смотрите все наши фильмы расследования реагируйте на те факты которые мы в них излагаем читайте те заявления которые мы пишем на имя генерального прокурора и проводите под ним проверки и принимайте меры и тогда и те люди которых касаются наши фильмы и вся наша редакция скажет вам огромное большое человеческое спасибо